Давайте возьмём историю, где у человека не получается с когнитивной терапией Не получается диспут Девушку, я так понимаю, зовут Ивана Алексей, не могу справиться с катастрофизацией, оспариваю её, но нет веры в аргументы, которые привожу себе Мне кажется, это будет полезно и, в принципе, это достаточно понятная заявка Ивана, пожалуйста, позвоните мне Ивана Алло Алло, да Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Ивана Ивана Это какое имя? Ну, это просто мне родители так назвали, не знаю даже, если честно Это, по-моему, славянская, нет? Ну, да, возможно А, там Иванка, по-моему Ну, хорошо, интересно просто, недостаточно редкое имя, прикольно Так, сколько тебе лет? Двадцать пять будет, двадцать пять будет, двадцать пять будет, ну, что, рассказывай, давай на ты только, ладно, сразу? Да, давайте, давай, давайте, давай, хорошо, нервничай, я же не гинеколог Хорошо, тогда это аргумент, больше не буду Для тебя это аргумент? Для тебя это аргумент? Нет, просто хотелось пошутить Молодец, умничка Ну, что, рассказывай, что там у тебя про диспуту? Так, ну, смотрите, получается, я была на двенадцатом, по-моему, сезоне, была на точке роста Многие свои вопросы решила, поняла, в общем-то, что это было в целом за состояние, откуда оно пошло, с чего оно вообще взялось, что это всё достаточно глубоко, как бы, а не так, как мне казалось И практикую, в общем-то, пишу дневник после точки роста, ежедневно не пропуская И вот, в принципе, как бы, уже и должноствование оспорило, и, в общем-то, многое что, и ожидания какие-то, хотя это было тоже непросто, а конкретно с катастрофизацией никак не получается То есть ежедневно пишу и сталкиваюсь с тем, что каждый день у меня идёт компонент катастрофизации, что, в общем-то, что бы ни произошло, у меня сразу убирается что-то плохое, независимо, то есть была бы эта работа, личная жизнь Как бы, могу пару примеров привести Да, можно пару примеров вот этой катастрофизации, с которой не получается, ежедневно Ну, давайте по поводу работы, допустим, я уже достаточно давно работаю в туристической сфере, заполняю документы на визы, можно сказать, закрытыми глазами уже всё это вижу и знаю И, как бы, каждый раз, когда я отдаю клиенту, всё равно я начинаю себя накручивать, переживать А вдруг там что-то не так получится, вдруг там у них не примут эти документы Я работаю со многими дистанционно, из-за этого как бы я сижу и не могу найти место, подались они там, не подались Допустим, если что-то начинает болеть, я тоже не думаю, как бы, логически, видимо, как-то, что, в принципе, я не врач, не надо лезть в угол, решать какие-то проблемы, нужно просто сходить и проверить Я перед этим начинаю себя крутить, ну, то есть, всеми наслышанными болезнями Что-то плохое, там, какой-то инфаркт, рак, ещё что-то, что бы это ни было Допустим, так же с взаимоотношениями с людьми, как вот тоже в кейсе вы говорили, что если человек не берёт руку, это не значит, что ты незначим Это значит, что, в принципе, есть ещё семь вариантов Я вот сейчас напишу, как бы, аргументирую, пытаюсь, но веры в это нет, потому что это ежедневно присутствует в моей жизни Ну вот давай, пожалуйста, какой-нибудь конкретный пример, где ты приводишь автоматические мысли, приводишь аргументации, в которые тебе не получается, не то, чтобы поверить, а которые не заходят для тебя самой Трудно сказать, потому что всё, что я перечислила, в принципе, оно всё не заходит Давай конкретный случай, где у тебя не заходит рациональный ответ Я хочу рациональный ответ услышать, который не заходит Ну вот, например, ты привела такой случай, ты заполняешь документы на визу, да, это ситуацию, в которой ты разберешься, испытываешь тревогу Да, то есть я всё проверила ещё раз Да, но дело не в этом, вот у тебя есть ситуация в первой колонке, второй, заполняешь документы на визу, отправила, там, все дела Вторая колонка, у тебя тревога И вот мы начинаем исследовать, как ты эту тревогу создаёшь Мне нужно, чтобы ты мне сейчас рассказала, как ты эту тревогу создаёшь Вот ты сказала, а вдруг не получится, а вдруг не примут, вот это всё перечисли А потом приведи мне пример, как ты аргументируешь самой себе в четвёртой колонке Так, ну, что я, как я себе, сейчас соберусь Что я себе говорю? В принципе, автоматические мысли в таком случае у меня, скорее всего, что я плохо сделала, или я что-то недосмотрела И вот люди придут, подадут эти документы, у них возникнет какая-то ситуация неприятная, они не будут звонить, чем-то недовольны То есть подумают обо мне плохо, о том, что, как бы, я плохой специалист, что с первого раза я не могу это сделать Ну, то есть, вот, примерно такие И что будет? Ну, и что будет? Они тогда не будут ко мне обращаться, и, в принципе, ну, как бы, буду я для них... Ну, подожди, здесь я не вижу технологии Во-первых, первое, должествование Не знаю, я здесь... Ну, может быть, то, что я должна всё делать правильно Так, уже теплее Я должна всё делать идеально Да Мои документы не должны вернуть Да Я не должна ошибаться Да, не должна ошибаться Да, естественно, все визы должны получить Да, конечно Естественно Если документы вернут, это докажет, что я плохой специалист Если я что-то забуду, это докажет, что я плохой человек У тебя первый косяк, я не вижу у тебя автоматических мыслей, выписанных на бумаге, поэтому тебе их и диспутировать не получается Вообще я выписываю, но сейчас сижу без дневника Ничего не понял Вообще я выписываю ежедневно, но сейчас сижу с вами и без дневника Даже должествование Если бы ты их выписывал, ты бы их выписывал и сказал бы Я не должна, и у тебя была бы перечень должествования У тебя, скорее всего, есть просто какая-то эмоциональная концепция, что если я ошибусь, это плохо Но так когнитивная терапия не работает Ты должна очень чётко и конкретно увидеть убеждение Убеждение я, а не просто ощущение Убеждение здесь конкретное Первое, всё должно получаться идеально, например Я не должна ошибиться в заполнении документов Если я ошиблась в заполнении документов, это ужасно И это докажет, что я плохой специалист Если что-то пойдёт не так, и эти люди не получат визу, это доказывает, что я никчёмная Ты когда начинаешь диспутировать рациональный ответ Ты его диспутируешь, исходя из того, что тебе написано в третьей колонке Если ты не до конца увидишь, то те убеждения, которыми ты оперируешь Внутри своей головы, у тебя нечего будет диспутировать Вот смотри, убеждение Я не должна ошибаться И все документы должны принять Почему это убеждение неверно? Ну, потому что невозможно Может быть, всё до конца делать идеально Есть же, ну, скажем так, какое-то право на ошибку А у тебя есть право на ошибку? Не знаю даже А как ты хочешь диспутировать право на ошибку, когда ты сама себе вменила, что его у тебя нет? Ну, на бумаге-то оно, может быть, и есть Но конкретно, наверное, просто мне как-то не доходит это И какую ошибку ты совершила, за что тебе стыдно? Если честно, даже не знаю А сейчас что происходит? Извините, не знаю просто, что на меня нашло На тебя нашло то, почему у тебя не получается это диспутировать А расскажи мне про свою нормативность, Ивана Что это за постоянные рамки, если ты ошибёшься, то всё кошмар Так что же, расскажи мне про свою нормативность Что это за постоянные рамки, кем эти рамки выстроены И что будет, если ты за эти рамки выйдешь Ну, вроде бы, такой вопрос Несложный, но Не могу так сразу Ну, в голову не приходить В общем-то, мне кажется, в любом случае же Эти рамки с какого-то воспитания складываются Что такая нормативная семья у меня была И что всё время там, а что люди скажут? А это плохо, так не надо делать Ну, то есть И, конечно, я с этим выросла И это со мной по жизни сейчас И что, а что будет, если там я за них перейду? Ну, как бы, люди со мной не будут общаться Не будут какой-то Меня, может быть, как-то поддерживать Или я в их глазах буду странно выглядеть вот так вот Отличаться от других Поняла, что моя шутка про гинеколога вначале была не шуткой Да Хорошо, а почему? Ну, может быть, то, что всё у меня Как бы в этом плане жёстко тоже было И остаются И родители Ну да, возможно Смотри Ты можешь сейчас связать свои эмоции Когда ты говоришь про ошибку и нормативность и родителей И документы, которые ты заполняешь Ну да, конечно Могу тем, что До сих пор, может быть, это есть во мне Что, ну, мне кажется, как будто как-то перед родителями я буду виновата Ну, параллель какая-то Если я ошибусь, то, ну, соответственно, как будто родители плохо скажут Тут даже дело не в том, что родители плохо скажут Это называется уже выученное ограничивающее убеждение Когда у тебя любая ошибка Или любой косяк Или любой какой-то момент, где ты можешь ошибиться Он у тебя автоматически приравнивается к какому-то доказывающему оценочному суждению То есть, если ты даже покупаешь яйца в магазине и их разобьешь Для тебя это уже плохо Ну да, не хотелось бы А мне хотелось бы, чтобы ты эти яйца разбила И мне хотелось бы, чтобы ты увидела, что от того, что ты ошибешься и разобьешь яиц, ничего не случится Ты пойми, что убеждение, которое тебе мешает И которое создаёт постоянное напряжение Которое тебе и не получается диспутировать Оно связано с тем, что оно состоит из двух больших элементов Первое Это то, что ты веришь Что если ты совершишь ошибку Или выйдешь за некие условные рамки Случится какая-то катастрофа и солнце упадёт на землю А второе Иван, это здесь? Да, конечно А как ты думаешь, какой второй элемент, который не помогает тебе А помогает тебе оставаться, к сожалению, на том месте, на котором ты находишься Вот подумай Ты как стараешься на работе заполнять документы? Вот ты была на 12 сезоне Я там об этом много говорил Вот ты говоришь, я диспутирую, я пытаюсь объяснить Хотя я в это не очень верю Потому что твои убеждения в нормативности Они даже не пытаются быть подвергнуты сомнению Потому что... Что я тогда оспариваю всё это время? Ты ничего не оспариваешь Ты просто... Ты смогла оспорить какие-то вещи, с которыми ты смогла договориться И то, что было на поверхности Но у тебя внутренняя вера Она сохраняется По одной ошибке Как ты думаешь, по какой? Не знаю Ну подумай Как терапия называется? Когнитивно-аналитическая Хорошая девочка А если по-другому, как она ещё называется? Когнитивно-поведенческая Да-да-да Потому что я поддерживаю всё время С какими-то профилактическими действиями Свои убеждения, что ли Молодец И какими действиями ты поддерживаешь свои убеждения? Как ты заполняешь документы? Как ты ведёшь себя на работе? Как ты ведёшь себя на улице? Как ты ведёшь себя в отношениях? Как ты ведёшь себя с людьми? Ты как была нормативной? Ты как была перфекционистом? Ты как делала всё идеально? Ты как не допускала ошибок? Ты как яйца не роняла? Так и не роняешь их А терапия твоя заключается в другом Милая Чтобы оспорить твоё базовое убеждение Глубинное Тебе придётся ронять яйца И видеть, что ничего, проблемы в этом нету Эта техника называется Не надо хлопать солнцу Помнишь? Напомнить? Да, напомните, пожалуйста Хватит со мной говорить Как с воспитателем Никто тебя по попе не отшлёпает Ладно Ладно Молодец Напомни Напомню Хорошо Смотри У тебя есть убеждение Что если ты совершишь ошибку Или скажешь что-то не то Или что-то сделаешь То, как ты хочешь И то, как ты могла бы Или что-то будет не идеально То случится какой-то ужас И для профилактики этого ужаса Ты начинаешь использовать стратегию Перфекционизма и гиперконтроля Так? Да Вот твой гиперконтроль И твой перфекционизм Это и есть твой невроз Понимаешь? Понимаю Вот этот момент Он очень важный Очень важный Соответственно Смотри, как ты себя ведёшь Значит, первое Что ты сейчас должна написать Перфекционизм и гиперконтроль Вот эта связка Это и есть твой невроз То есть он и есть Поддерживающий элемент Который не даёт тебе терапии Ты по-прежнему Используешь тактики Перфекционизма и гиперконтроля Продолжая использовать Тактики гиперконтроля И перфекционизма У тебя всё остаётся На кругах На своих кругах Поэтому терапия Здесь заключается В технике Не надо хлопать солнцу Ну, предположим Представь себе Что у нас есть девочка Которая с детства Верит Что если ты Значит Что если она не похлопает Пять раз в ладоши Утром Солнце не встанет И она просыпается Каждый раз до рассвета И хлопает пять раз в ладоши Потому что уверена Что если на ней хлопнет Солнце не встанет от этого И она испытывает Очень сильное напряжение По этому поводу Я ей говорю Слушай, говорю Ну, давай похлопаем Четыре раза А не пять Она говорит Нет, это ужасно Я буду плохой А вдруг солнце не встанет И весь мир канет в лето Я говорю Ну, давай похлопаем четыре Уговариваю её, она говорит, ну хорошо, давай попробуем Значит, раз, два, три, четыре И она в жуткой тревоге, какой кошмар, какой кошмар Смотрю, солнце встало Наступает следующий день Я говорю, ну давай ещё раз похлопаем четыре раза Она говорит, ну наверное, совпадение Я говорю, ну возможно, давай ещё раз похлопаем четыре раза, а не пять Раз, два, три, четыре Раз, солнце встало Она говорит, странно, оказывается, можно хлопать четыре Уже интересно Я говорю, давай завтра утром 3 похлопаем Она говорит, нет, 3 это вообще ужасно Это будет точно, солнце не встанет Это будет ужасно Я говорю, ну да, попробую Она говорит, ну окей, раз, два, три Раз, солнце встало Она говорит, интересно Я говорю, давай еще раз, несколько дней похлопаем 3 раза Она говорит, ну давай Раз, два, три, солнце встает Прошло несколько дней Она говорит, слушай, мне это нравится Я говорю, давай похлопаем 2 раза Она говорит, блин, стрёмно, но интересно Раз, два. Солнце встало. Ты подумай, мир не рухнет. Я говорю, да похлопаем один раз. Давай. Раз. Солнце опять встало. Ты подумай, какая интересная штука. Я говорю, да вообще не будем хлопать. Я говорю, да ты что? Это точно я буду плохой. Это точно меня осудят. Вообще мир закатится в тьму. Я говорю, не хлопаем. Она говорит, надо хлопать, я буду плохой. Это ужасно. Меня все осудят. Я говорю, не хлопай. Она не хлопнула. Солнце встало. И на следующее утро не хлопало. Солнце опять встало. И через два дня она ко мне пришла и говорит, слушай, оказывается, я вела себя как дура всю жизнь. Оказывается, можно не хлопать и ничего не изменится. Я говорю, ну да. Вот, Ивана, это ты. Ты всю жизнь хлопаешь в ладоши, считая, что это помогает тебе. Только под хлопанием в ладоши я имею в виду перфекционизм и гиперконтроль. И ты уверен, что если ты этот перфекционизм и гиперконтроль отпустишь, солнце упадет на землю. Я тебе больше скажу, даже если ты насрешь в кабинете своего начальника ему на стол, максимум, что с тобой случится, тебя уволят. Но от этого мир не рухнет, и жизнь твоя тоже. Не могу даже представить. Я не сомневаюсь. Я не призываю тебя это делать. Просто пример привел к крайности. Ну, я поняла, да. Так в этом и есть твоя терапия. Она заключается в том, что ты каждый день должна делать маленький шажок навстречу тому, что делать не надо. А именно, все проверять и все контролировать. Тебе нужно научиться конкретике того, что ты перестаешь хлопать в ладоши. Для этого ты должна выписать те поведенческие паттерны и привычки, которыми ты обычно пользуешься для гиперконтроля. Перепроверяешь тысячу раз. Да. Все пытаешься контролировать, все делаешь идеально, оставляешь идеально убранный рабочий стол. А я хочу, чтобы ты пошла в другую концепцию. Чтобы стол у тебя был не идеальный. Ну и что обо мне люди подумают? Вот сразу мне идет голод. Да похуй всем на тебя с твоим столом, пойми ты это. Никто о тебе ничего не подумает, им нахер не нужна, у них куча своих дел. Если тебе мама с папой рассказали, что о тебе люди думают, они тебя наебали очень сильно, зайка. Людям на тебя абсолютно все равно. И уж на твой рабочий стол тем более. Ты живешь в парадигме, что о тебе подумают люди, когда тебе 25 годочков. Да, это ужасно, я сама не знаю зачем, даже порой, знаете, знаешь, о тех людях, которые, в принципе, проходящие в моей жизни. Все равно задумываюсь, начинает меня это цеплять, тому, что я сказала. Потому что у тебя есть родительская заеба в голове под названием «Если подумают плохо, это плохо». А я хочу, чтобы те думали, что о тебе плохо хочу, чтобы они о тебе думали. И ты поймешь, что даже если о тебе будет думать плохо полгорода, ничего в твоей жизни не изменится. Поэтому тебе еще одно поведенческое упражнение. Записывай. Записывай. Значит, сегодня какой день у нас? Четверг. Четверг. В понедельник я тебя жду. Три фотографии, лежа на полу в торговом центре на фоне людей. Видя селфи. В каком ты городе живешь? В Омске. Супер. Идешь в торговом центре какой-нибудь. Мега там, я не знаю. Еще что-нибудь. Желательно выходной. Три, потому что в три разных дня. Хорошо, ладно. Так, то есть в пятницу, субботу, воскресенье и в понедельник прислать. Да. И идешь в пятницу, субботу, воскресенье, там, где побольше народу. Ложишься на пол перед людьми. И вот так вот ложишься на пол, делаешь фотографию, так, чтобы было видно, что люди на тебя смотрят там и люди вокруг. Делаешь селфи. Это в первый денечек. Потом во второй делаешь то же самое и в третий. Как ты думаешь, в чем метафора этого упражнения? Ну, в том, что, соответственно, если как бы для меня это уже катастрофа, посмотреть, подумают обо мне люди там или произойдет что-то такое, или катастрофа какая-то. Это метафора постановки себя в ситуацию, которую ты катастрофизируешь. Что если ты ляжешь на пол в торговом центре, все подумают о тебе, что ты полная дура. Да, да, да. А я хочу, чтобы о тебе подумали, что ты полная дура, понимаешь? Я хочу, чтобы все подумали, что ты полная дура. И что от этого ничего не изменится в твоей жизни по определению слова абсолютно. Ты пойми, главное, я хочу, чтобы ты это главное записала, что твоя ошибка, с которой ты на кейс пришла, в том, что ты постоянно поддерживаешь вот эту девственную репутацию. Понимаешь, о чем я? Да. Да. А у тебя молодой человек есть? У меня муж есть. Ну, это уже радует, ты уже не тяжелый случай. Который будет в шоке. Я сразу, когда вы сказали, я сразу представила, что бы он обо мне подумал, если бы я легла в торговый центр, потому что он тоже такой нормативный. Ну, мы тут не его обсуждаем, что он подумает о тебе. Но если он подумает о тебе, что это плохо, ну, мне очень жаль ты, тебя и твоего мужа. Я представляю, как вам там вместе нормативным двум. Ну, это, опять же, каждый сам живет так, как он хочет. Но если уж ты ко мне обратилась с напряжением, то я, как твой консультант, тебе говорю, что у тебя не получается снизить напряжение, потому что ты продолжаешь на поведенческом уровне сама себе подыгрывать. Поняла как? Да. Как? Тем, что я поддерживаю свои вот эти вот, как они, не привычки, а свой гиперконтроль и постоянный перфекционизм тем, что перепроверяю. И я пишу, может быть, что-то по-новому, но ничего для этого не делаю, чтобы это менялось. А задача какая? Наоборот, делать и смотреть, что если даже что-то кто-то и подумает, что, в принципе, моя жизнь не изменится. Ты должна идти парадоксальным путем, наоборот, капать кофе на документы, ошибиться, лечь на пол, забыть, опоздать. Вот как бы это ни было странным, я не говорю, чтобы ты это делала регулярно, а чтобы ты дала себе понять, что от таких вещей ничего не произойдет. Ты метафору с солнцем запомнила? Да. Как ты ее поняла? Так что, в общем-то, девочка жила определенными убеждениями, столько в это верила. И когда пришел какой-то новый человек, который захотел ей показать что-то другое, она сначала противилась, а потом своим поведением, в принципе, ежедневно поняла, что это солнце и без нее встанет. И что, в принципе, что она жила и делала, все это время было необязательным, и она заблуждалась. И вот так же и у тебя. То, что ты используешь перфекционизм, это никак тебе не помогает, это помогает тебе максимум процентов на 20. То есть, если хочешь, по принципу Паретта, вот если ты возьмешь все свое напряжение суточное, да, Иван? Да. Вот возьмем твое суточное напряжение, твой суточный контроль, твою суточную собранность, твою суточную дисциплину, кстати, рекомендую тебе на этот урок прийти, твою суточную дисциплину, твою суточную многозадачность, если мы возьмем ее за 100%, зайка, то результаты, которые ты получаешь, обуславливаются 20% того, что ты делаешь, а 80% ты просто тратишь силы. То есть, работа твоя, которая делается хорошо, где люди получают визы, это 20% твоего внимания. Поэтому у тебя такой результат. А остальные 80% у тебя просто слив напряжения, слив энергии, где ты перепроверяешь, переконтролируешь, делаешь какие-то лишние вещи, и это занимает 80%. А хорошую репутацию на работе и отсутствие ошибок дают 20% твоего внимания. Поэтому, когда ты научишься тому, о чем мы с тобой говорили, ты будешь использовать 20% своего ресурса, результат у тебя будет такой же, а сил у тебя будет на 80% больше. Половила логику? Да, было бы здорово, конечно. А вот чтобы это получилось, зайка, тебе нужно начать доказывать себе, что от выхода за рамки, где ты калкнула кофе на документ, поверь мне, даже если ты накосячишь, и люди не получат визы, и они там никуда не полетят, и что-то там случится, мир от этого не рухнет. Максимум, что ты можешь сказать, мне очень жаль, я сожалею, это наша ошибка. И вот когда ты научишься ошибаться, когда ты научишься лежать на полу в торговых центрах, когда ты научишься выходить на сцену и кривляться, когда ты научишься ошибаться, задавать глупые вопросы, быть для кого-то там последней проституткой города в мыслях, вот тогда ты выздоровеешь. Потому что сейчас ты делаешь всё, чтобы о тебе якобы не подумали плохо. Поверь мне, даже если ты будешь последней девственницей, девственницей, там, Омска или Оренбурга, всё равно есть куча людей, которые думают о том, что ты проститутка. Веришь, нет? Да, верю. И это нормально. Потому что когда ты пойдёшь в выходные и ложишься завтра на пол в торговом центре, запомни мои слова, люди вокруг тебя разделятся на три категории. Какие-то люди будут смотреть на тебя удивительно со словами, что это она. И это 25%. Какие-то люди будут смеяться и говорить, смотри, девчонка, флешмоб устраивать, я бы так не смогла, какая умничка. И это тоже 25%. А больше половины, а именно 50%, вообще тебя не заметят, просто посмотрят и дальше пойдут, они о тебе даже думать не будут. Даже если ты будешь лежать голая, понимаешь, мастурбировать морковкой в этом торговом центре, разница от этого не поменяется. Кто-то будет тебя поддерживать, кто-то тебя судит, а кто-то пройдёт мимо. Мне интересно, зачем, собственно, вообще вот у меня так в голове получается, что я даже задумывалась о том, что подумают незнакомые какие-то ещё люди. Если я, возможно, даже их никогда не увижу. Но ты пойми, что это нейрофизиология выученная. Ты с детства, когда вот, ну представь себе, что дети это пустой компьютер, представила? И вот с детства этот пустой компьютер загружает некую операционную систему, которая даёт тебе понять, что есть что и что есть хорошо, а что есть плохо. К сожалению, твои родители постарались загрузить в этот операционный компьютер под названием «ты» концепцию, что если о тебе подумают плохо, это ужасно. С этой операционной программой ты и живёшь. Это наёбка, за что родителям твоим большое, в кавычках, спасибо. Потому что на самом деле, если о тебе подумают плохо, ничего не поменяется. Это проблема родителей, а не твоя. Это они выросли в идее, что о них не должны подумать плохо, потому что это Советский Союз, а потому что на работе скажут, а потому что партию выгонят, премии лишат. Это их заёба. Они просто тебе её передали. И поэтому сегодня ты на автоматизме считаешь, что если о тебе подумают плохо, если ты совершишь ошибку, это такая катастрофа. Тебе придётся самой себе доказать, что это не катастрофа, а это просто ошибка, просто неприятность. То же самое касается на поведенческом уровне с точки зрения причинения людям неудобства. Например, ты идёшь в торговый центр, идёшь в Макдональдс, подходишь к кассе, берёшь поднос, заказал какую-то еду несчастную, и бутылочку, стакан колы или фанта или спрайт. Ты типа, знаешь, поднос так наклонила, как бы подскользнулась, и чтобы кока-кола разлетелась, возле людей кого-то обрызгало, люди пришли убираться, уборщица, а ты сидишь рядом и говоришь, ну извините. Это метафора того, что ты должна быть поставлена в ситуации жизненные, которые могут случиться. У тебя может упасть кока-кола, ты можешь кого-то поцарапать на дороге, бампер там задеть. Ты можешь быть где-то невнимательной, такое бывает. Я не говорю, что это нормально, что это надо постоянно совершать, но ты должна к этому относиться. С сожалению, мне очень жаль, но так бывает. Я приношу свои извинения, но я уронила кока-колу, так случается. У меня была ситуация, кстати, с Макдональдсом, с кока-колой. Давно это было. Я пришёл, я поставил поднос, я сел, и подошла девушка протирать соседний столик, который там работает. Она так протёрла неудачно, что когда уходила, задела рукой бутылку, банку с кока-колой, и она так ровно упала, упала, значит, на меня, открылась, и вся холодная кока-кола вылилась мне на ширинку. Ты бы видела эту девочку. Она стоит, смотрит на эту ситуацию, как кока-кола льётся мне на штаны. Ровно прямо на штаны. Мне мокро, пипец, а я ещё трусов летом не ношу часто, и холодно, мокро, липко. Она стоит на меня, смотрит, она говорит, извините. Я говорю, бывает. Ну, а что я могу сделать? Сказать, давай вылизывай и высушивай, но как бы я не в этой ситуации. Это немножко не та ситуация. Понимаешь, о чём я? То же самое касается на дороге. Извините, я была невнимательна и приношу свои извинения за неудобство. Ты должна понять, что ты имеешь право на ошибку. Ты должна понять, что ты имеешь право на косяк. Что ты имеешь право выглядеть глупо. Что ты имеешь право выглядеть непонятой. Ты вот следишь за моей работой на ютюбе, в инстаграме. Ты видишь, как я, в принципе, занимаюсь достаточно провокационными вещами. Меня хуесосят по полной программе, куда только не склоняют. И что ты думаешь? Они все думают обо мне хорошо? Ну, понятно, что нет. Так в этом и есть основная задача сильной личности, когда ему не так важно, что о нём подумают. Потому что человек, который от этого отстранён, он может быть уважаем. А когда человек ведом тем, что подумают другие, он никогда не будет уважаем. Потому что им сманипулировать два пальца об асфальт. Чтобы о Иване не подумали плохо, надо сделать так, чтобы ей управлять, надо сделать так, что Ивану давай, значит, 7 дней в неделю работай без выходных, иначе мы тебя плохо подумаем. Ты говоришь, да, конечно, сэр, будет сделано. Повтори своими словами, в чём твоя ошибка была по кейсу, с которым ты пришла? Потому что, видимо, я как-то не так сформулировала изначально или не так оспаривала. Не знаю, в общем-то, суть в том, что у меня всё упирается в перфекционизм и гиперконтроль, и я в вопросе, видимо, об этом не написала. И не понимала сама, собственно, что... Я в вопросе написала, что у тебя не получается оспаривать катастрофизацию. Да, да. А у тебя не получается оспаривать... Я считала, что это катастрофизация. Да, там есть катастрофизация, дело не в этом. А дело в том, что у тебя не получается оспаривать, потому что ты пыталась, даже если оспаривать, делала это по-старому. Как можно оспаривать катастрофизацию, когда ты по факту пытаешься всё ещё сделать идеально? Как можно оспаривать то, что делаешь ты в противоположную сторону Это то же самое, что ты себе скажешь Паническая атака абсолютно безопасна, я прекрасно об этом знаю, но я одна на улицу не пойду Ну вот в самом начале у меня примерно так и было Я понимаю, поэтому я такой пример тебе привел Ты не можешь оспаривать одно, а делать другое Вот это очень частая ошибка наших пациентов Они головой говорят, да, я понимаю, что это безопасно, но я не пойду в спортзал, а то вдруг сердце остановится На кой хер тогда тебе убеждение, что это безопасно, если ты этого не понимаешь Мне просто казалось, что видимо я оспариваю, оспариваю И что-то должно прийти или в голове в общем-то произойти, что я начну что-то делать по-новому То есть я это вообще выпускала Ну поздравляю, считаю, что ты сегодня прозрела Потому что в этом и есть ошибка огромного количества людей, милая Оспаривание без подкрепления фактами и действиями абсолютно ничтожно Ты можешь оспаривать сколько угодно, что паника тебя не убьет Но пока ты это не почувствуешь, что это безопасно, ты в это не поверишь Достаточно несколько раз увидеть, что паника поднимается, заканчивается, ничего не происходит Она и заканчивается Если ты веришь, что ошибки это ужасно, и если о тебе подумают плохо, и ты всё время ведёшь себя как последняя девственница Оренбурга Конечно, ты будешь всё время в напряжении А когда ты будешь юморить, ошибаться, спотыкаться и говоришь, ну да, бывает Ты поймёшь, что по факту ничего не поменялось, и тогда это закончится Поэтому твоя основная задачка какая? Ну, соответственно, поведение менять своё А какое поведение должно быть интегрировано в твою жизнь? С каждым днём всё больше и больше, а ну-ка Ну, понять, что я могу ошибиться, и что если я что-то сделаю не так Нет, не понять Я тебе сейчас это отшлёпаю, блядь, не понять Ты уже замучилась, ты уже 25 лет, понимаешь Тебе не надо больше понимать, тебе надо делать И что надо делать? Надо делать, наоборот, не подкреплять в своей... Конкретно как? Ну, не бояться Слышь, не бояться, делать что надо? Делать надо, наоборот, тому, что я делаю сейчас Конкретно? Лечь в торговый центр Например, ещё Не перепроверять несколько раз эти свои документы до дыр Там, отпустить гиперконтроль, даже если я ошибусь Какие-то будут ошибки, ничего страшного Так же, что на дороге Твоя задача Придумать себе Вот это уже личный коучинг на самом деле Как ты каждый день Тебя задача Три раза в день Делать то, что тебе не свойственно Где-то ты должна Раз в день быть неудобной для кого-то Где-то раз в день ты должна кому-то отказать Где-то раз в день ты должна быть смешной И нелепой То есть где-то ты встал на аварийке неудобной И все сигналят тебе Ты же ничего подождёте, блин Вот на самом деле с неудобствами это будет, наверное, тяжелее всего Я понимаю Я тебе поэтому и говорю Ты должна меня сейчас услышать на всю жизнь Что пока ты Пытаешься исправить свою проблему через голову Это тщетно Твоя проблема исправляется не через голову А через поведение И если б я был твоим мужем Мы бы трахались с тобой на капоте в парке И вот тогда ты бы выздоровела Понимаешь, почему? Ну да Ну молодец Только это другая крайность метафоры Ты должна придумывать себе каждый день Как ты будешь доказывать себе обратное Так, я раньше не была Была для всех удобной Как я сегодня буду пытаться быть неудобной Иваночка, а ты можешь меня подменить? Нет, я не смогу Опоздать Извините, я задержалась Опоздать, сейчас напишу большими буквами Прийти на работу в рваных на этих Чулках Этих колготках Чулках ты не ходишь А то подумают плохо, да? Ну да А надо бы То есть вся история должна быть реверс Не ходила в чулках Пришла в чулках Все время были чистые колготки Пришла в растяжки Я не хочу, чтобы ты подумала, что это Всю жизнь тебе придется ходить в этом Я хочу, чтобы ты просто Увидела, что от этих вот колготок Растяжек Неудобств Отказов Ничего Что случится? Ну, ничего Ничего не изменится, конечно И пока ты себе это не докажешь Ничего не произойдет Вот в чем твоя терапия Уловила? Да Ну, умничка Поняла, в чем была ошибка? Да, конечно В чем? Вроде бы так достаточно просто Ну, в том, что я пыталась все решить в голове Не подкрепляя это все поведением Ждала, пока, наверное, воззрение придет Какое-то А какое поведение твоя главная терапия? Реверсное поведение Делай то, что мне не свойственно А теперь хочешь чуть глубже? Давайте Еще раз Давай, давай Это все Я не могу Не могу людей незнакомых так Можешь Все, сейчас тебе это тоже запишу А глубже заключается И мы переходим из когнитивки В психоанализ Хочешь вот С точки зрения психоанализа Помнишь, у нас в начале занятия Была девочка, которой по жопе дали Да Ну, вот это примерно про тебя Как ты думаешь, к чему это? Пока даже не знаю Вы такой загадочный Что может и не в ту сторону выйти Слушай, если у тебя выйдет не в ту сторону Я тебе только похлопаю Чтобы у тебя уже наконец-то вошло И не в ту сторону Куда ты обычно Не знаю, правда О чем вы говорите О чем ты говоришь Давай подумаем Ну, может быть то, что Как бы внутри мне что-то нравится одно А я думаю, что вдруг об этом плохо подумают И что бы ты могла подавлять себе постоянно Что тебе нравится внутри одно Но ты это подавляешь Что я тебе плохо подумаю Да не знаю Даже так Сейчас попытаюсь подумать Попытаюсь и подумать А если не думать И выключить свою голову несчастную А попытаться это почувствовать Не знаю Пока не получается И вот если бы ты была Моей, грубо говоря, клиенткой Помимо вот этой всей части Поведенческой Вот следующим бы этапом Твоей терапии Это было принятие Своих внутренних желаний И ощущений Которые вполне возможно Ты даже и не в курсе Вполне возможно Это так С детства Научилась Бояться Даже своих Внутренних Желаний Своих внутренних Ощущений Своих каких-то Взглядов И позиций И научилась Вести себя Как надо И как правильно Чтобы люди подумали Хорошо И вполне возможно Что ты живешь Всю жизнь Как надо И правильно Правда непонятно кому А не так Как ты хотела бы Ну да Я во многом говорю Например Могу подумать Внутри одно А сказать человеку Вообще другое Противоположное И вот следующим Пластом нашей терапии Было бы то Чтобы ты научилась Выражать то Что ты думаешь А не то Что ты хочешь сказать Чтобы быть правильной Поняла? Со словами нет Вы знаете У меня другая позиция По этому вопросу А я с вами не согласна Мне кажется Что это не совсем подходит Или мне кажется Что здесь можно По другому Или ты знаешь А мне вот нравится Зеленое А тебе красное И это касается И социальных вопросов Это касается И технических вопросов Это касается Сексуальных вопросов И личностных Поэтому ты муж Такого нормативного Выбрала Которая не провоцирует Тебя, правда? Ну да Может быть И как тебе В этой нормативности? Ну тяжеловато А в чем тяжело? Ну в том что Как бы получается Наверное Наоборот У нас поддерживается Эта нормативность Вместо того Чтобы что-то делать Наоборот Что мы вот С двух сторон Вот так На все А ты никогда В двуушников Не влюблялась? Да Как-то Не было Такого Наверное А хотела бы Как-то наоборот Ну Может быть Скажем так Просто я в голове Думала о том Что нет Сто процентов Не подойдет Поэтому вот Надо что-то другое Поэтому даже До какой-то Влюбленности Наверное Не доходило А если Привести метафору Двоечника То кто бы Это мог быть? Ну Кто такой Для тебя Двоечник Которого Ты бы могла Влюбиться? Ну Какой-то Может быть Плохой парень Что такое Плохой парень? Такой Который Не живет В каких-то Рамках Может быть Что-то такое Сумасбродное Сделать То что Несвойственно Кому-то И почему бы Тебе это было Интересно? Ну Потому что Так необычно Не так Как у меня Ну Я такое Даже отсекала Сразу Естественно И вот Следующим этапом Твоей Ботерапии Было Внутреннее Ощущение Что ты хочешь И какая ты А не как правильно Поняла Примерно Ревектор Терапии Твоей Да Сначала Это конкретика На твоей работе В твоей жизни Про вот это Вот Перфекционизм И так далее То что мы обсуждали А затем Более глубокие Внутренние вопросы А кто я? Хо я май Как говорится А кто я? А что я хочу? Я вот сейчас говорю Нет Потому что нет Или потому что нет Это правильно А я вот сейчас Киваю Потому что я Как бы согласна Или потому что Надо кивать Понимаешь О чем я? Да 85 Наверное Процентов Из того Потому что надо Вот я так делаю Так вот Зайка Я и хочу Закончить Этот кейс Что 85 Процентов Жизни твоей Это не твоя жизнь Ну да Печально Но я 10 лет Этой печальной Занимаюсь Поэтому мне грустные Глаза такие Когда я на вас На всех смотрю Мне же говорит Алексей Чего тебе такие Глаза грустные Я говорю Когда ты 10 лет Занимаешься С людьми Которые живут Не своей жизнью Это реально Грустно А потом Плакать хочется Когда люди Наконец-то Прозревают И говорят Спасибо вам За то Что научили Меня видеть Жизнь Жизнь Это не жизнь Жизнь Это чувствовать И быть таким Какой ты есть И то Что тебя там Надрочили Под названием Как правильно Тебя обманули Правильно То как ты хочешь И правильно Это в рамках Закона У тебя есть Только две Нормы Это гражданский Уголовный Кодекс Все И когда ты Задашься вопросом Правильно это Или неправильно Нормально Или не очень Задай себе вопрос Это нарушает Закон Стороны пребывания В данном случае Российской Федерации Если это закон Российской Федерации Не нарушает Ни гражданский Ни уголовный Кодекс Все остальное Является нормой Правом выбора Поняла? Да Мы можем Этот кейс На ютюбе Выложить Как нормативность Ну давайте Теперь да Теперь выложим Ладно Раньше бы я не захотела Супер Считай Это началом Твоей терапии Ну да Я тоже так подумала Еще хотела бы Задать вопрос Вот я вам Отправлю три фотки Я слышала Что у вас Очень большая очередь На персональные занятия Как можно Насчитать Мы сейчас даже Остановили запись Потому что Очередь очень большая Люди просто Ну тупо Ну они Ждали месяцами И бесполезно Все это Что ты хотела На персоналку попасть? Ну да Хотела На тебе персоналка не нужна Тебе если нужно занятие То тебе нужен Коучинг Раз в неделю С конкретными заданиями Где ты будешь приходить И отчитываться О том Что ты за неделю сделала Насрала в кабинете Начальника Легла там С мужем Потрахалась В парке Сказала Пошли вы нахер Ну я сейчас утрирую Да Ну чтобы ты просто запомнила Ну понятно Я понятно Что так делать не надо Просто так запомниться Тебе лучше То есть Твой коучинг Он был бы Состоял бы Именно из поведенческой части Преверсной истории И ты бы в принципе За месяц За два Если бы ты подошла бы К этому Вот так вот С фанатизмом Ты бы за два месяца Охренела бы от результата Но тут есть зайка Кое-что Один фактор Который может тебе повредить Твое окружение Оно привыкло тебя видеть 25 лет Очень нормативно Твое окружение Знаете Как очень нормативную Поддакивающую Удобную Правильную Когда ты начнешь Ощущать себя Более честной с собой И отстаивать Собственные взгляды Собственные интересы И говорить Нет Я не согласна Нет А мне это не нравится Люди начнут на тебя смотреть Странно И задавать И говорить Что с тобой Ну да Я думаю Что некоторые Даже и отвернуться могут Умничка И ты должна понять Что у тебя Встанет на чаше весов Очень важный выбор Либо ты Ты увидишь Что какие-то люди Не будут готовы Принять тебя Такую Больше не такую Удобную Как раньше И больше не такую Нормативную Как раньше Это не говорит о том Что ты плохая Это говорит о том Что они знали тебя Вот такую А потом они Увидели тебя Настоящую И если эти люди Откажутся от тебя Настоящей Например Ты всю жизнь Ела морковь А потом ты к ним Приходишь И говоришь Дайте мне ананас Они говорят Как ананас Ты что Ты что Какой ананас А где же морковь Я не люблю морковь Я всю жизнь ела морковь Потому что Это правильно Я хочу ананас Ооо Все Нет Нет Мы с тобой Не будем общаться У меня к тебе вопрос Тебе нужны такие люди? Ну Понятное дело Что нет Но как-то Не знаю Понятно Что неприятно Когда тебя не принимают То есть ты наверное Не могу рассудить Потому что я еще С этим не столкнулась Мы когда на ютюбе Этот ролик выложим Ты его там Помесь как-нибудь Галочкой Не знаю Колокольчиком Чем хочешь Тебе обязательно Надо будет пересматривать В процессе твоей жизни Потому что Когда ты дойдешь До этого этапа Ты вернешься К этому ролику И ты увидишь Что люди Будут меняться Прямо пропорционально Твоим изменениям Какие-то люди Тебя зауважают Какие-то люди Перестанут с тобой общаться А какие-то люди Начнут тебя любить И уважать Такую Какая ты есть Новые люди И если тебе За Право Быть настоящей Придется расплатиться Тем Что тебе придется Естественным образом Поменять свое окружение Считай Это платой За твою свободу Поняла о чем я? Да И это Это и есть Твой личностный рост Который ждет тебя Ближайшие Три-четыре года Поэтому Будь готова К тому Что У тебя Внутри будет вопрос Либо я начинаю жить так Как я хочу И я за это могу Расплатиться Сменой Окружения Но лучше Меня будут любить С моими ананасами Пять человек Чем Меня будут любить Пятьдесят Но не меня А то что Некое Социально правильно Понимаешь Метафору? Да И ты своим мужем Должна быть Очень откровенна По этому поводу Он же тебя знает Нормативную А тут А ты начнешь Ему потихонечку Ну как бы Говорить о том Что внутри происходит О том что ты С чем-то не согласна А с чем-то согласна А что ты хочешь По-другому А что-то вот так А что-то тебе не нравится Он начнет узнавать Тебя более лучше Это не значит Что ты его обманываешь Это значит Что ты стала Более откровенной И если твоему мужу Не понравишься Ты Более откровенный И настоящий Это твои проблемы Или его? Его конечно Вот ты обсуди с ним это Если тебе это конечно нужно И тут вопрос будет к нему Насколько он готов Видеть тебя Настоящую А не ту нормативную И удобную Ну Узнаем Узнаем Вот А что касается персоналок Пока ничего тебе не могу сказать Я сейчас улетаю в отпуск Я вернусь с острова И 20 мая Начнется сразу 14 сезон Приходите мне на него Не приходите Что посоветуете? Посоветуешь? Ты знаешь Если говорить Откровенно Я не уверен Что у нас с тобой Получится персоналки С точки зрения времени Если ставить вопрос Что выбрать Ничего Или 14 сезон И как-то со мной Взаимодействовать То лучше конечно 14 сезон Понимаешь Если бы этот 14 сезон Стоил 1050 И у тебя был бы вопрос Занять кредитные деньги 50 тысяч Или нет Ну наверное Это был бы вопрос Но если вам сезон В начале будет стоить 6000 рублей И ты будешь со мной В контакте И ты будешь постоянно Узнавать что-то новое То наверное Это не совсем тот вопрос Который уместен Поэтому я бы тебе рекомендовал Прийти по-любому На 14 сезон Чтобы просто продолжать Вот этот вот Терапевтический контакт Да И движение И параллельно Записаться у Татьяны На персоналку Потому что я когда прилечу После отпуска У меня будут разовые И попроси ее Просто записать тебя В очередь на разовые Хотя бы консультации А там уж как получится Может быть мы Летом будем делать Малые группы Там будет Человек по 7 В группе Онлайн Потому что нужно Все-таки Чтобы люди продолжали Ну а это в любом случае Будут люди Только после сезонов Короче Ты меня услышала Понравился разбор тебе? Понятен вектор? Да, очень Еще раз Почему у тебя не получалось С диспутом? Почему не крепилось? Потому что Только это все было В голове Здесь еще нужна практика И менять поведение В общем-то Внедрять новую форму поведения Чего я не делала Теперь нужно Собственно И что ты делаешь Уже в эти выходные? Отправляю Три Вернее Делаю фотки А в понедельник Их отправляю Чего за фотки-то? Из торгового центра На полу Где много народа Чем ты будешь Руководствоваться Когда будешь Лежать на полу? Ну наверное Тем Что вообще Чтобы не думать О них Об этих людях Мне все равно Что они думают Это никак ко мне Не имеет отношения Пусть думают То, что считают Нужным Я хочу Чтобы у тебя Гордость внутри Проснулась Понимаешь? Понимаю Вот это и есть Моя задача Спасибо тебе за кейс Тебе спасибо большое Успехов Будь собой Уже Наконец Тебе жить осталось 25 лет Давай Просыпайся Ладно Спасибо Я не хочу Чтобы ты Вспомнила мои слова В 50 Я хочу Чтобы ты их Вспомнила в 25 Я думаю Что я их Не забуду Наверное Надеюсь Успехов тебе Все Спасибо Спасибо тебе Ну что же Очень типично И спасибо Большое Иване Да Если я правильно Позапомнил имя На самом деле Кейс Очень Получился Удачным Потому что Он затрагивает И ошибки В технике Как вы видите У девушки Был Запрос Что у него Не крепится Рациональный ответ Да Но на самом деле Проблемы Там не в рациональной Ответе А проблема В том Что Она Продолжает Делать Так Как она Невротически Привыкла И это Свойственно Очень большому Количеству Наших клиентов Да А вторая проблема Мы копнули Чуть глубже Увидели эту нормативность Увидели и причины И как она ее поддерживает И данные Были конкретные Рекомендации Ежедневные И чуть-чуть На будущее Да Мы заглянули В терапии Как будет Выстраиваться Ее личностный Рост И личностные Трансформации Всем понятен Кейс Супер